Статья Игоря Яковенко как раз о теме, которая меня интересует и о том, о чем я иногда делюсь со своими зрителями. Общество при авторитарном режиме на глазах ползущим к тоталитаризму – это черный ящик, внутреннее состояние которого труднодоступно для наблюдения. Попытки использовать в России в качестве политического термометра опросы в ЦИОМа или «выборы» удивляют своей наивностью. В ходе спецопераций «выборы» одни нужные люди правильно считают продукт, который другие нужные люди заложили в головы россиян посредством телевизора. «Путина уважаешь?» – строго спрашивает социолог в штатском, махнув перед лицом испуганного россиянина красной карточкой и для пущего страха обзывает его респондентом. Содержимое черного ящика проявляет себя во время взрыва или в случае больших движений людских масс, то есть в форме иммиграции и иммиграционных настроений. По данным социологической службы Кэллуп, каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать из России, если бы у него была такая возможность. Социологи Кэллуп проводят такие опросы в России более 10 лет и утверждают, что приведенные выше цифры – это рекорд. В 2014 году потенциальных иммигрантов было 7%, в 2016 – 9%, а вот сейчас уже 20%. Наибольшее число желающих эмигрировать среди молодежи, среди россиян в возрасте 15-29 лет хотели бы уехать 44%, чуть меньше половины. Издание «Проект» изучило количественные характеристики российской иммиграции, сравнив цифры российской статистики по уехавшим россиянам с цифрами, которые дают ведомства принимающих стран. Выявлено, что, например, в США выехало в 9 раз больше, чем фиксирует Росстат, в Чехию – в 12 раз больше, в Венгрию – в 14 раз больше. В исследовании проекта отмечается, что Россия находится на третьем месте по общему числу иммигрирующих, уступая по этому показанию только Индии и Мексике, опережая такие привычные иммигрантские страны, как Китай, Бангладеш, Сирию и Пакистан. За пять лет в четыре раза выросло количество российских иммигрантов с высшим образованием, имеющих ученую степень иммигрантов стало больше вдвое. По сравнению с 2012 годом число иммигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за третий срок президентства Путина из России эмигрировали 1 миллион 700 тысяч человек. Это шестая волна эмиграции из России с начала прошлого века. По масштабу путинская эмиграция «Путинский исход» уступает только белой эмиграции 1918-1922 годов и волне 90-х, когда после распада СССР рухнул железный занавес. Представление об этой волне путинской эмиграции дает опрос российских иммигрантов, проведенных Атлантическим Советом США, авторы Джон Хервест и Сергей Ерофеев. Исследователи опросили 400 иммигрантов, живущих в США, Великобритании и ФРГ. Исследование Атлантического Совета показало, что путинский исход вызван в значительной степени неприятными ощущениями, которые у людей вызывает путинский режим. В качестве шести главных причин отъезда 40% назвали общую политическую атмосферу, 33% – отсутствие политических свобод, 32% – общую экономическую ситуацию, отсутствие экономической перспективы, 29% – преследование, нарушение прав человека, 26% – профессиональные причины, 24% – образование, получение диплома. Путинский исход отличается своей политизацией и оппозиционностью. 58% опрошенных иммигрантов заявили, что они в России зарабатывали достаточно, чтобы жить комфортно. Более 2-х третий негативно оценивают деятельность Путина, полагая, что в результате его правления жизнь в России стала хуже. То есть, путинский исход – это бегство, не столько от бедности, сколько от несвободы. Уезжают те, для кого свобода является производственной необходимостью, ученые, программисты, люди творческих профессий. Путинский исход – это массовая утечка мозгов. Сегодня, когда многие прикладывают ухо к земле, пытаясь услышать поступ грядущих перемен, важно учитывать названные выше особенности путинского исхода. Окно возможностей наверняка откроется, причем произойдет это, как всегда, внезапно. Вопрос в том, найдется ли в этот момент в России политический субъект, способный предложить стране что-либо дельное, а главное, останется ли к этому времени в этой стране критическая масса людей, способных это дельное услышать и понять. Игорь Яковенко Ну что ж, короткий комментарий. Если Игорь Яковенко задает в конце вопрос, то я попытаюсь на него ответить и отвечаю в течение последних двух лет, что, скорее всего, нет. И это я говорю, несмотря на то, что многие называют меня пессимистом и критикуют, но я действительно даю не слишком много шансов этой стране. И в силу того, что она разграблена, и в силу того, что страной управляют кухарки и спортсмены, на телевидении творится бог знает что, да и вообще страна давным-давно идет в разнос. Ну и молодежь, 44%, это об очень многом говорит. Действительно, я уже озвучивал эти цифры, Россия занимает третье место по количеству иностранных студентов в Германии, уступив только Китаю и Индии. Но Китай и Индия, мы понимаем, там много миллиардным населением, а Россия с очень небольшим населением, если сравнивать с другими странами, и вот почетное третье место. Конечно, удивительные и страшные цифры, что путинский режим дошел до предела. То есть, вот этот путинский исход, как называет его Яковенко, сравним с послереволюционным. Представьте себе, что натворила эта банда. И что они еще не понимают? Вот эти два миллиона – это те, которые не вернутся. С большой вероятностью не вернутся, потому что иммиграция требует не только внутренних сил, но и материальных вложений. Затем человек прикладывает очень много усилий на новом месте, пытается интегрироваться в новый коллектив, образовать новый бизнес, купить себе новое жилье и потом, даже если в России что-то начнет меняться, поверьте, рвать это еще сложнее, чем в момент иммиграции. Так вот, с большой вероятностью, по меньшей мере, 95% из тех, кто уехал, не вернутся больше никогда. Я хорошо помню, как в 90-х годах русских немцев тогда было очень много в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане. Их в свое время отсылали в Азию, а затем в 90-х годах они стали потихоньку уезжать в Германию. И тогда в Казахстане немного посмеивались и говорили, ах, боже мой, все не уедете, а если уедете, так наверняка вернетесь. Не тут-то было. Уехали все до практически последнего, по некоторым данным, около 5 миллионов человек из бывшего Советского Союза в целом. Имеется в виду и с России, и с Грузии, и с Азербайджана, и с остальных стран. И если кто-то и вернулся, то это на самом деле единичный случай. Вот так вот 5 миллионов активных, образованных тогда СНГ уже потеряли. Ну, а сейчас непосредственно Россия теряет свои последние мозги. Если вы спросите меня, жалею ли я об этом, нет, не жалею, как человек, проживший почти 30 лет и считающий свою иммиграцию удачной. Я желаю тем, кто все-таки хочет найти свою страну, найти свою дорогу, ничего не бояться и уж в любом случае лучше пытаться, чем сидеть и ждать конца. Непонятно чего у моря погоды в стране, которую не любишь, не уважаешь, которая доводит своих людей до состояния, что из этой страны бегут больше, чем из Сирии, где идет война. Я думаю, что то, что сейчас переживает Россия, это одна из глобальных катастроф, возможно, последняя в ее истории.